Всем привет дорогие зрители, новый выпуск по роялю, сегодня как и обещал я вам покажу три колоды по вашим комментариям То есть те комменты, которые вы оставляли под прошлыми роликами, которые выбились в топ, мы сегодня продемонстрируем вместе с Кристалом у нас на видосе Кристал со мной сейчас в скайпе, поздоровайся Да, всем привет Кристал, кто не знает, это тот игрок, который занимал десятую позицию в мировом топе, ты же десятое место, да, занимал в топе? Ну, в конце тридцатая А, тридцатая, я извиняюсь, тридцатая, ну это все равно, мировой топ, тридцатая место, правильно? То есть я, это к тому, что парень очень шарит и годные колоды делает и годные атаки Кстати, если вы хотите какую-то деку от него или вообще какой-то совет, подписывайтесь на его инстаграм, ссылочка будет в описании, пишите ему в директ И он определенно рандомным каким-то комментарием, либо кто ему напишет, ответит и составит какую-то годную колоду Также не забывайте ставить лайки и пишите в комментах, какие еще колоды хотите с его комментариями или хотите ли вы вообще продолжение вместе с Кристалом Значит, смотрите, под прошлым роликом самые популярные комменты были Это дека с хогом, дека хог плюс мортира, голем и гигант с кладбищем Ну, так как кладбище у нас сейчас пофиксили, не так оно популярно, поэтому без кладбища сегодня обойдемся Значит, дека с хогом и мортирой, дека с големом и дека с гигантом Теперь, давай, Коля, ты прокомментируешь, ну пару слов про колоду Вот, допустим, сейчас колода с гигантом, пару слов про нее, как с ней играть, ну так Самое основное Основное это в деке есть миньоны за два эликсира, как-то мышля и гоблины, это типа развод на зап А также есть ведьма, которая тоже спаунит миньончиков То есть можно делать две атаки, иногда с гигантом и иногда с шахтером, правильно? Можно, да, по двум сторонам, а можно просто гигант опускать и шахтер на вышку, то есть гигант танкует шахтера и шахтер на нашу сторону Окей, ну это мы сейчас посмотрим в адлан атаках, следующая колода с големом Она, кстати, нестандартная, я не знаю, ребят, видели вы подобную деку или нет Коля, почему именно эта дека и что это за дека, пару слов про нее Дека дешевая Да Роль молнии выполняет тут бандитка, она как бы... у нее разгон и втыкивается в... То есть у нас из пылов только зап, правильно я понимаю? Да, да, тем самым дека намного быстрее, чем обычный голем Мы можем создавать больше сборщиков и на данном ремсере больше у нас преимущества Окей, сейчас мы также посмотрим онлайн атаки Ну и еще дека Хог плюс Мартира Это... ну это стандартная дека, что про нее говорить? Я думаю, вы и так все знаете про Хог и про Мартиру, поэтому это просто быстрая колода, быстрый цикл, быстрый пуш, правильно? Да Итак, первая дека, с которой мы будем смотреть атаку, это, я так понимаю, Хог плюс Мартира, все верно? Да Итак, ребятки, кто не понял, что сейчас будет происходить, Коля играет в онлайне, я смотрю на его атаки через фейсбук и он будет комментировать свои атаки и свои действия с этой колоды Колода у нас Хог плюс Мартира, поехали! В руке есть Хог с Гоблином, поэтому я атакую Угу И в тайминг, с той стороны, там где Мегаминьон, против меня, скорее всего, Лавашар по Мегаминьон истрелам Ну да И это будет сложно, потому что только Электромаг и Мегаминьончики Да, но если вдруг будет атака, ну, не сильно такая... а не, сборщик, слушай, ну, я сам... это Голем Нет? Мегаминьон, мне кажется, ой, не Мегаминьон, а Гитонанс Мега Рицерин А, я понял Ну, неплохо, начало боя, уже 2 500 хп направо Да, ты был прав Окей Мартира на деф Да И с левой стороны в атаку пойдем, чтоб атака оппонента была маленькая Угу Так, банда Гоблинов Не, не, это какая-то хендмейт дека, не та, которая подумала Ух ты Будет сложно Уже сложно Да-да-да Фаербол Нормальный фаербол Но урона достаточно пропустил Да, 1200 хп осталось Ну, еще, конечно, минус в том, что у него сборщик есть Это, конечно, тоже развод на твой фаер, да? Ты же не оставляешь сборщик, всегда фаер бросаешь Да-да, не даю преимущества Так, а что это он? Ага, он решил прессовать тебя, да? Ага И? Рыцарь будет Да-да Да, отлично Ну, сейчас контратака должна с нашей стороны быть Сейчас там будет банда гоблинов, поэтому нужно зад накопить Да, жалко, что не бревно Угу, раз Будет мега рыцарь, ой, этот, темный принц Стрелы Ну, такая получилась атака, но хотя бы разделили юнитов, теперь не такой пуш идет справа Да-да-да-да-да, это самое главное, молния есть тоже Ух ты, молния Такая вот атака Итак, ребятки, мы продемонстрировали вам первую колоду, это Хог плюс Мортира Ну, Коля, скажи пару слов про эту колоду, сложность с ней, не сложно и стоит ли ее брать? Или нет? Большой, очень быстрый цикл Есть возможность атаковать и Хогом, и Мортирой Угу И, в принципе, можно атаковать даже по двум фангам, как я это делал Поэтому, наверное, достойная дека Угу Ну, вообще, такой совет, если есть, то лучше вместо Хога брать Шахтера, да? Или там уже совсем другая связка идет? Такая не подойдет, да? Ну, что прокачанный, то и брать Если Хог 10, и Шахтер 3, то Хог будет получше Ну, я сомневаюсь, что у зрителей Хог 10, и они там в основном 9-10 арену просили Ну, в общем, ребят, как шаблон, вы поняли Если вам не подойдет, оставляйте комменты, потому что мы будем продолжать, если вам понравится Следующая дека у нас с Гигантом, правильно? Эээ, да Все, дека с Гигантом, поехали смотреть бой Следующий бой, ребят, с Гигантом Только вот у нас вместо Яда мы взяли Фаерболл Потому что до этого катку сыграли Против трех мушкетеров поняли, что очень сложно с Ядом Поэтому, ребят, Яд или Фаер, это уже решать вам Вот, а так колода никак не изменилась Нова Фаерин снова Не знаешь этого игрока, ноу нейм? Знаю, но я не знаю его деку Угу И еще в руке два сплыва Шахтер с ведьмой Цикл, да, не позволяет сделать сейчас Да, можно, в принципе, Шахтеры кинуть, посмотреть, что у него за дека Угу Так Электромаг Это может быть Гигант Сейчас Электромаг каждый второй деке, поэтому... Ну да, трудно угадать Шахтер тоже, но... Да, это, походу, такая-то, как у тебя Хотя... Возможно, это Пека Пека, Пека, я тоже думаю Пека, Таран, да, возможно Бандитка Да Ведьма не выжила Выжила, выжила Гигант спас ее Да, это Пека Это для нас контр Это будет сложно, потно И, блин Как назло подобрался Пека Но Гигант нанес пару тычек Плюс Пека отхватил тоже немало Причем это была контратака, а мы особо усилия не... Да, не потратили Да Так Пока все неплохо У него за, поэтому можно сейчас с Шахтером и Гоблином зайти Да Будет сложно это дефать Так Отлично Окей Ну, задефал, задефал Рыцарь плюс миньоны и Гоблины у него были Теперь контратака его Так Так Успеем мышей кинуть Нет, нанесли урон все равно У него последняя карта Это бандитка или таран? Таран Последняя карта Дух, наверное А, вот я Заб 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 Он я тоже показал Заб Заб Точно Может даже и бревна Хотя, вряд ли, он бы кинул его Блин, Гоблину Хороший фаер И пошел удвоенный эликсир А, он уже как 10 секунд идет Окей Да Пока мы лидируем по хитпоинтам Но ситуация все равно у нас У него очень много раз Складывается Да Сейчас запом потратить Нет, Грома решил Странные решения с его стороны Я, ты, ты его, да? Ага Да, у меня фарбово Фарбово Дефаемся гигантом Ребята, очень сложно Приходится тратить гиганта Чтобы просто задефаться Не то, чтобы пойти в атаку Так Так Вот он задан Задефали мы Грома Хотя нет Не задефали Ведьма Специально сзади Чтобы отвлечь пеку Грома Вержец Ночная ведьма Первый раз такую колоду Вижу Поехали смотреть Итак, ребятки Еще один бой Вам продемонстрирую Потому что предыдущая Каточка была ничья Я ее либо ускорю Либо вырежу В общем, не важно Смотрим Хок плюс Ледяной Голем Хок плюс Ледяной Голем Это 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 какая? Дека Плюс Ледяный Дух А С мини-пекой С мини-пекой И надгробим, да? Сейчас у Дефа пришли Такую в контратаку И похоже Блин, бандитка Бандитка чарж Не успела сделать Но доходит Ведьма Вообще идеально Это, возможно, даже будет Минс-вышка Да, это минс-вышка Я не понял Что, ребят, произошло Просто на контратаке Без танка Каким-то чудом Мы забрали сторону То есть Ну ведь Но бандитка Типа танка Поэтому не зашла Да, да, да Поэтому вот это Если у вас будет Сразу вопрос А чем? Что заменить Ну насчет ведьмы, ребят Смотря на какой вы арене Я думаю, что Обычно ведьма зайдет Если вы там Ну низко сидите На 3000 Но вот бандитка Здесь решающий фактор Если бы это был В этой колоде фаербол Либо молния То тогда, да Можно было Что-нибудь заменить А так Бандитка, как видим Ну решает Очень сильно Бандитка Полняет роль молнии Поэтому, да Да, да Она Здесь Очень хорошо Наносит урон И, блин Вообще Такие микромоменты Вывозит Так Окей Пять эликсира А бандитка Три Поэтому Бандитка будет Последняя карта Только хотел сказать Почему он ракету Не выбрасывает Наверное, не было тогда У него эликсира Одна Первый сборщик Но второй он забрал Плюс Нанес урон По вышке У нас один стоит Сборщик Ну он полностью Фул выставил Поэтому по эликсиру Мы будем в плюсе Однозначно Тем более Сейчас будет удвоенный элик И сейчас Это нам Покажет Бандитку Ой Хога за дефали Бандиткой Окей Он сейчас эликсира Много меньше Чем у нас Поэтому у нас Шансы все Протоковать есть Фух Угу Но Минипеку за дефали Создает проблемы Да А стоп Мы не за дефали Немножко Ага Отлично Да Принцесса Немножко Нас напрягает Но все равно А смотри Сколько на главном здании Не хочешь ли ты На трешку Ну возможно Ну сначала Вторую Наверное Заберу корону Сейчас кину бандитку Она пойдет На принцессу Поэтому Коля спамит Големами Как будто Не он играет С Хогом Точнее Как будто Не противник играет С Хогом А Коля играет С Хогом Ты выбросил Голема чаще Чем он выбросил Хога за всю игру Уже второй Голем пошел Да И за дух Эта заплачет Быстрый цикл Да Получается Да Колода нестандартная С големом Я честно Первый раз Такую вижу Но вы знаете Мне она зашла Я не люблю Дорогие колоды И медленные Но вот этой декой Я думаю Можно играть Ну вот и все В принципе 7 секунд остается Даже можно Отдать ему сторону Но он не успеет Снести слева Уже вышку Но это была бы трешка Даже если бы он И забрал вышку Изи Вообще Изи В общем ребят Я надеюсь Вам понравились Атаки Понравились колоды Я надеюсь Они вам подойдут И вы будете с ними тащить Напоминаю В комментариях Пишите Какие деки Вы еще хотите Подписывайтесь Обязательно На инстаграм Коли Потому что Он вам индивидуально Может какую-то деку Составить Но опять же Не всем подряд Он выберет рандомно Каких-то людей И кому-то В директе Ответит И составит вам Колоду И объяснит Как с ней играть Поэтому обязательно Подписывайтесь Ссылку на его инстаграм Я оставлю в описании Ну на этом будем И завершать Спасибо всем За просмотр Желаю вам удачи Играйте правильно Берите наши колоды И до новых встреч Ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok